Здравствуйте! Экономика Татарстана в эфире. Что принесла эта неделя жителям республики про деньги, цены, продажи, финансовые ожидания, расскажем сегодня. Итак, татарстанцам будет интересно и полезно знать, что дилерские центры нового москвича откроются в Казани, сколько будет стоить китайско-российский кроссовер и как обслуживаться, мнение эксперта, щедрость работодателей, аналитики рынка труда о том, насколько выросли предлагаемые зарплаты за последний год, каждая пятая дача в стране заброшенная, за что ее могут забрать, мошенники усложнили выдачу виз и зарабатывают на тех, кто собирается за границу. В Татарстане выявили три десятка черных кредиторов, чем рискуют те, кто к ним обращается. И у каждого третьего россиянина есть пассивный доход. Сколько получают и на что тратят люди такие деньги? В Казани появятся дилерские центры по продаже москвичей. В Казани и еще в 11 городах страны всего 25 дилерских центров бренда. Об этом заявила компания-производитель. Автомобили москвич, как обещают, поступят в продажу уже в феврале. На минувшей неделе на встрече с президентом страны мэр Москвы Собянин озвучил планы, цитата, за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большим числом комплектующих, произведенных в России. Пока российская машина москвич, китайская. В девичестве она называлась Jack GS4. Это точная копия китайского автомобиля фирмы Jack. Давайте посмотрим. Да, есть у нас. Соответственно, здесь именно идет речь о крупноузловой сборке. Можно сказать, это даже предпродажная подготовка. То есть, как все это делается? На заводе в Китае выпускается автомобиль, разбирается на крупные элементы, то есть снимается двигатель, снимается подвеска, колеса, коробка передач, упаковывается, приходит на завод и уже на заводе здесь ее собирают. Таким образом избегают таможенных пошлин. И, соответственно, это не сборка, а не выпуск автомобиля в нашем понимании. Это действительно сборка. Это хорошо спланированная, хорошо финансированная пиар-акция завода «Москвич», на которую потрачено, вот первый транш там был порядка 5 миллиардов рублей, на который, опять же, пригласили блогеров различных. Причем многие из этих блогеров буквально два года назад последними словами ругали китайский автопром. Но, как говорится, вот что кэш животворяющий делает. Сейчас у бренда две модели. Бензиновый паркетник «Москвич-3». Его цена без малого с 2 миллионов рублей начинается. На неделе автозавод озвучил рекомендуемые цены. И электромобиль «Москвич-3Е». Его ценник стартует с 3,5 миллионов. Серийная сборка авто на заводе «Москвич» началась в конце ноября прошлого года. В планах на 2023-й 50 тысяч автомобилей. Про адекватность цены, обслуживание и доступность запчастей мы спросили автоэксперта. Мне кажется, эту цену они как раз под своих конкурентов будут подтягивать. То есть их прямыми конкурентами являются автомобиль Hyundai Creta, Renault Duster. То есть примерно, да. Учитывая то, что в Китае данный автомобиль на наши деньги сейчас по курсу стоит 1 миллион рублей, то накинуть еще полтора – это, в принципе, бизнес. Для дилеров интересно будет, если это будет массовая машина, если ее будет покупать, строить дилерский центр для продажи 3-4 машин в год или полгода. Им неинтересно, соответственно. В самом негативном, при самом негативном развитии событий, учитывая то, что в самой компании Jack контролен пакет акций принадлежит Volkswagen. Который ушел от нас, правильно? Да, если Volkswagen там не топнет ножкой и не скажет, прекратить все общение с Россией, то я думаю, будет все хорошо с запчастями, потому что с китайскими запчастями пока все нормально. Тем, кто ищет работу в Приловском федеральном округе, сегодня предлагают в среднем 48,5 тысяч рублей в месяц, узнали аналитики Headhunter. Они изучили свежие зарплатные предложения. За год предлагаемые зарплаты прибавили примерно 6%. Татарстан ровно в середине списка. У нас плюс 6% в году. А вот в Оренбургской области, например, экономные работодатели. Они готовы новым сотрудникам прибавить только 0,5% к прошлогодним зарплатам. Наиболее заметные приросты наблюдаются в Мордовии. Плюс 9% до 46,4 тысяч рублей. В Пензенской области плюс 8% до 45,2 тысяч рублей. В Удмуртии плюс 8% до 46,3 тысяч рублей. И в Самарской области плюс 8% до 47,2 тысяч рублей. В Татарстане выявили больше 500 нарушений земельного законодательства. Это итоги 2022 года. Виновников оштрафовали на 5 миллионов рублей. Чаще всего правонарушения в сфере земельного законодательства связаны с использованием земель без документов. То есть речь идет о самовольном занятии земельного участка. На втором месте нецелевое использование земли. При этом хочу подчеркнуть, что правильное и своевременное оформление прав на недвижимость, установление границ своего земельного участка позволяет собственникам не только полноценно распоряжаться своим имуществом, но и обезопасить себя от мошеннических действий и защитить себя при земельных спорах. Если гражданин считает, что его права в сфере земельного законодательства нарушены, то он может обратиться в управление Росреестра по Татарстану. Лично, либо через платформу обратной связи на сайте Госуслуг Республики Татарстан. Заброшенные дачи предлагают изымать у их хозяев. Пишут известия и рассказывают подробности. С такой инициативой в правительство обратились крупные риелторские компании. Новшество, которое они предлагают закрепить законом, касается заброшенных участков, хозяева которых больше трех лет не платят членские взносы. Сегодня каждая пятая дача в стране условно бесхозная. Землю просто бросили или хозяева умерли, а наследники участком не пользуются. А в Татарстане, по оценкам наших экспертов, каждая третья дача заброшенная. Всего в республике 376 тысяч садовых участков. Кто страдает от такого соседства и какие уже сегодня есть механизмы получить пустующую дачу соседа, нам пояснили специалисты. Там, где процент садоводческих участков, ну так скажем, большой, бремя содержания этих заброшенных участков ложится, в том числе в виде членских целевых взносов на соседей, которые пользуются. Если даже визуально имеются признаки неиспользования, то есть отсутствия хозяина на этом садовом участке, конечно же нужно обратиться в Росреестр и попытаться разыскивать права обладателя этого садового участка. Но, как показывает практика, и это также указано в законе 217, участок, то есть перераспределяют, если на него есть спрос, если у него нет хозяина, то есть он бесхозный, среди членов садоводческого товарищества. При желании обсуждают этот вопрос, в общем, собранием принимают решение и перераспределяют. Авторы инициативы – изымать заброшенные дачи. Риелторские компании заинтересованы в развитии территории. На дачном участке, напомним, закон сегодня разрешает строить частные дома, прописаться там и жить. В Татарстане, говорят участники этого рынка, земли в садовых некоммерческих товариществах в последние годы стали очень востребованы. Потому что земля в СНТ дешевле, чем в населенном пункте ВЖС. Люди ищут участки, по два, по три объединяют, то есть расчищают, строят дома, проживают. Процент этот с каждым годом, тенденция пошла, это уже обратного пути не будет. Россиянам стало сложнее получить визы в страны Евросоюза и США, сообщает коммерсант. На это жалуются участники туристического рынка. Причина – действия мошенников. Они с помощью ботов автоматической записи в визовые центры занимают все свободные слоты, а их количество и так ограничено, спрос повышен. Потом предлагают место в очереди выкупить за деньги. Цены мошенников колеблются от 4 до 7,5 тысяч рублей. Больше всего проблем с этим в визовых центрах Франции, Испании, Италии. При этом, отмечают специалисты, сегодня закон не предполагает ответственности за создание ботов, если это не вирусные программы. Напомним, сегодня некоторые страны запретили въезд на свою территорию российским туристам. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия, Эстония. А в конце прошлого года Германия ввела сложно выполнимые визовые требования к россиянам. Для въезда в страну они должны иметь медицинскую страховку, оформленную только в европейской компании, и выписку из банка, который действует в странах ЕС. После отключения от SWIFT это сделать практически невозможно. Что с другими туристическими странами, условиями и сроками оформления виз? Мы спросили у участников этого рынка. Опять стали очень лояльно рассматривать, давать на долгий срок шенген. Да? И Италии, Испании, Греции. Единственное, срок увеличился, получение виза рассмотрения, около месяца. Но, знаете, даже сейчас срок сокращается, и через 3-2 недели выходят визы. Раньше было всегда прописано, что визы могут рассматриваться в срок до 30 дней. Но этот срок всегда был намного сокращен. То есть упрощенная система была рассмотрения. Сейчас вот они или выкладываются в срок 30 дней, или вот 3 недели. Банк России вывел в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности. Это итоги прошлого 2022 года. Из этих организаций черных кредиторов 31, две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг без справок и поручительств, не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга. Поэтому важно еще до обращения в финансовую организацию проверить у компании наличие официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе «Проверь финансовую организацию» на сайте Банка России. Напомним, информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, выявленных с 2020 года, вносится в предупредительный список Банка России. Сейчас в нем более 8 тысяч компаний. В том числе более 60 действующих в Татарстане. Списк обновляется каждый день. Если вы узнали о нелегально работающей на рынке организации, например, увидели подозрительную рекламу в интернете, о ней можно сообщить Банку России через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования. У каждого третьего россиянина есть пассивный доход. Узнали аналитики работы РУ и Сберстрахование жизни. В среднем сумма этого дополнительного дохода 25 тысяч рублей в месяц. Это в среднем. А вообще-то мужчины пассивно зарабатывают больше, примерно 30 тысяч рублей. Женщины 18 тысяч. Самый большой доход получают те, кто сдаёт в аренду недвижимость. 41 тысячу в месяц. Те, кто получает пассивный доход, стараются эти деньги не тратить, а снова инвестировать во что-то или просто откладывают. Чаще всего копят на отпуск или покупку жилья, так делает каждый десятый. 6% откладывают на ремонт. 8% эти деньги тратят на разные оздоровительные и медицинские услуги. И 4% опрошенных полностью живут на средства пассивного дохода. Крайний срок подачи налоговых деклараций в этом году с учётом выходных дней переносится с 30 апреля на 2 мая, напоминают налоговики. Не позднее 2 мая некоторые граждане должны отчитаться о своих доходах, сами рассчитать сумму налога. Некоторые граждане это индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, которые занимаются частной практикой. Ещё те, кто в прошлом, в 2022 году получил доход, выиграл лотерею, сдавал квартиру, получил дорогие подарки не от близких родственников, продал недвижимость, машину или ценные бумаги. Но есть случаи, когда с дохода при продаже имущества налог платить не нужно, говорят специалисты. Начиная с 2022 года физические лица, наши граждане, не представляют декларацию по форме 3НДФЛ, если они продают объект недвижимости и земельные участки. Общая сумма по договорам купли-продажи по всем проданным объектам, если она не превысила миллиона рублей. И параллельно она не должна быть ни ниже кадастровой стоимости. Вот если вот эти условия соблюдены, то в этом случае декларацию представлять 3НДФЛ не нужно. Если же в наших реалиях объекты дорожают, и объект проданной квартиры может быть больше миллиона рублей, естественно, в наших сегодняшних реалиях, то тогда в этом случае, и, например, не соблюдено условие 5 лет, то есть квартира в собственности была меньше 5 лет, то в этом случае обязанность по представлению декларации 3НДФЛ сохраняется. Срок подачи декларации о доходах 2 мая не распространяется на те декларации, которые татарстанцы подают, чтобы получить налоговый вычет. Такой документ можно подать в любое время, в течение года, напоминают налоговики. При покупке квартиры, например, налогоплательщики могут вернуть себе часть суммы. Это имущественный вычет, социальные вычеты, это расходы на платное лечение, обучение, покупку лекарств. И в этом году впервые татарстанцы смогут вернуть часть расходов на фитнес. Граждане за себя и за своих детей в возрасте до 18 лет могут вернуть именно социальный налоговый вычет, связанный со физкультурно-оздоровительными занятиями. Но для этого есть определенный перечень, который нужно предоставить вместе с декларацией по форме 3НДФЛ. Это договор со здравительным учреждением и квитанцию об оплате. И кроме того, это спортивное учреждение должно быть включено в перечень, и этот перечень должен быть размещен на сайте Минспорта. И смотрите во второй части нашей программы. Ждать ли новых ставок по кредитам и банковским вкладам? Почему резко подорожал репчатый лук в Татарстане? И как часто казанцы закупаются в онлайн-магазинах? И теперь обо всем по порядку. Ставки по банковским вкладам и кредитам вряд ли изменятся на фоне того, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%. Напомним, регулятор принял такое решение в минувшую пятницу, 10 февраля. В ЦБ заявили, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза. И хотя население по-прежнему осторожничает в финансовых вопросах, потребительская активность медленно восстанавливается. А это значит, что спрос на кредиты будет расти. Ставки по кредитам в меньшей степени повреждены влиянием ключевой ставки. Банки ориентируются на требования своих риск-политик и другие факторы. По данным индексу кредитов, Финуслуг среднее значение полной стоимости кредита в топ-20 банков вставляет 19,5% годовых. Что касается ставок по вкладам, то по долгосрочным депозитам они практически сравнялись с нынешней ключевой ставкой. Если от инфляции это деньги и поможет спасти, вот заработать, приумножить такой вклад, вряд ли получится. Согласно индексу ставок Финуслуг, по вкладам на 12 месяцев в топ-50 крупнейших банков России составили 7,5% годовых. А на самой платформе максимальная ставка по таким вкладам 8,5% годовых. Есть банки, которые предлагают максимальные ставки до 10%, это по вкладам сроком от полутора лет. Ставки на 3-6 месяцев остаются в районе 6-7% годовых. Число самозанятых в стране к концу этого года может вырасти до 10 миллионов человек. Это прогноз платформы Наймикс. К сравнению, сегодня в России официально зарегистрированы 6,5 миллионов людей, работающих на себя. По словам аналитиков, резкий рост числа самозанятых произойдет в том случае, если компании продолжат нанимать новых работников на временные проекты из-за опасения расширять свой штат в условиях непредсказуемой экономической ситуации. По данным Суперджоп, услугами самозанятых уже пользуется каждая пятая российская компания. Чаще всего это предприятия из сферы логистики, строительства и услуг. Кроме того, интерес к самозанятости могут проявлять и работники, которые столкнулись с сокращением рабочего дня на своем основном месте работы. Дополнительный прирост числа самозанятых может происходить и за счет эмигрировавших граждан. Ведь чтобы оказывать услуги, российским заказчикам не обязательно находиться в стране. Каково будущее у дистанционного способа работы, мы спросили у наших экспертов. То, что можно вывести на удаленку, и там, где есть ответственность и самоорганизация самих работников, ну и пусть они работают на удаленке. Вы знаете, у меня однажды компания «Роснефть» еще перед пандемией участники говорят, ой, как было бы здорово, чтобы у нас была удаленка. Но у нас это никогда невозможно. И представляете, месяца два, наверное, прошло всего, их вывели тоже всех на удаленку. Так что зарекаться о том, что это не произойдет там какая-то очередная волна, которая побудит нас научиться работать еще лучше на удаленке, мы не можем с вами. Поэтому удаленка будет развиваться, и мы будем понимать, кого выводить на удаленку, а кто точно должен оставаться и работать в офисе на производстве в том числе. Мы же производственников, которые на конвейере, не можем перевести на удаленку. А если у меня бухгалтер совершенно спокойно может обслуживать предприятие, находясь на удаленке, пусть это делает. Реальные денежные доходы россиян упали в прошлом году на 1%. Так посчитал Росстат. В этом году ведомство ожидает улучшения ситуации и рост доходов граждан на 1% с небольшим. За счет чего можно увеличить свои доходы, наши эксперты пояснили так. У нас, к сожалению, доля малого бизнеса очень низкая. Я поэтому советую гражданам, кто хочет знать свой бизнес, надо потихоньку заниматься своим бизнесом. Потому что чем больше малого бизнеса, тем больше у вас будет возможно зарабатывать. И пока там еще есть ниши, которые не жаль. Да, ниши много, очень много. Просто надо понимать, учиться, получать определенные навыки, и надо заниматься потихоньку бизнесом. Не крупным, а малым бизнесом. То есть надо посмотреть, что нужно вокруг вас, кому что. Малый бизнес надо развивать. Без этого мы далеко не уйдем. Торговля. Вот сейчас интернет, да, маркетплейсы дает очень много возможностей. Молодежь, кстати, очень много туда идет. И я надеюсь, что где-то через 5-10 лет мы увидим увеличение, достаточно сильное увеличение малого бизнеса в нашем регионе. Репчатый лук в начале февраля в Татарстане подорожал сразу на 9%. А с начала года за месяц с небольшим цены выросли аж на 28%. Сегодня килограмм лука в республике в среднем стоит 38 рублей 70 копеек. Эксперты объясняют такой рост цен с сокращением числа поставщиков лука из азиатских стран. Из-за сильных морозов в январе у них испортились овощи, которые хранились в неотапливаемых складах. Чтобы избежать дефицита, власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Это и стало причиной взлета цен. Сейчас участники рынка рассматривают альтернативные источники поставок. Например, импорт лука из Китая и Египта. Тогда верят аналитики, цены на лук в ближайшее время могут стабилизироваться. Зарплату в 50-100 тысяч рублей хотели бы получать 42% россиян. А 100-150 тысяч рублей мечтает каждый пятый. Зарплата в 150-200 тысяч устроила бы 8% жителей страны. Столько же опрошенных желают получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Это мечты. А вот согласно недавно проведенному опросу, повысить зарплату лишь отдельным сотрудникам в этом году планирует половина работодателей. Еще 40% респондентов отметили, что в их компаниях принято поднимать зарплату сразу всем сотрудникам. 8% работодателей увеличивают оплату труда только по просьбам сотрудников. В каких сферах уже произошел рост зарплат, рассказали наши эксперты. Некоторые отрасли по уровню заработных плат растут принципиально. Где у нас произошло увеличение? Это у нас производство, это у нас продажи, это у нас транспорт и в том числе, конечно, айтишные специалисты сейчас тоже вырастают в заработной плате. С чем связано рост зарплат по производству? Как раз с тем, что нехватка рабочих и вынуждены поднимать уровень заработных плат. Я приведу пример, на машиностроительных предприятиях Закамья за последний год рост заработных плат составил более 30%. То есть это существенно, по сравнению с уровнем инфляции, существенно выросли. И эта тенденция будет сохраняться. 9 из 10 пользователей онлайн-магазинов в Казани делают там покупки минимум раз в месяц. 40% хотя бы раз в неделю. Это данные исследования Яндекс.Маркет. По словам казанцев, покупки онлайн – это возможность для них поиска выгодных предложений, экономия сил, времени, а также сравнительно низкие цены. Доля покупок со смартфонов и планшетов продолжает расти и уже превысила 75%. Самая популярная категория товаров среди казанцев – это одежда и обувь, продукты питания, а также средства личной гигиены. Жители Казани в целом более активно покупают в интернете, чем в среднем жители России. Также 6 из 10 респондентов сказали нам о том, что наиболее предпочтительным для них получать заказы через пункты выдачи заказов, через самовывоз из интернет-магазина или через постамат. На втором месте обычная курьерская доставка, далее идет срочная доставка курьера. Вот такие экономические новости принесла уходящая неделя. Спасибо, что вы были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова